Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На западной оконечности Земли, у океана, обитали прекрасноголосые нимфы Геспериды. Гуляли нимфы в чудесном саду, где росла яблоня, чьи плоды давали бессмертие тем, кто к ним прикоснется. Геракл отправился за волшебными яблоками. Долго шел герой и достиг места, где Атлант держал небесный свод. «Я Геракл», — сказал Атланту герой. «Мне велено принести три яблока из сада Гесперид. Я слышал, что сорвать эти яблоки можешь ты один. Мне не дотянуться до дерева», — проговорил Атлант. «Да и руки у меня, как видишь, заняты. Но если ты поддержишь мою ношу, я охотно выполню твою просьбу». Геракл подставил плечи под ношу Атланта. Тот сорвал яблоки, но не спешил забирать назад свою ношу, а предложил самому доставить плоды царю. Притворившись обрадованным предложению Атланта, Геракл согласился, но попросил Титана подержать свод, пока он сделает себе под плечи подкладку. Как только Атлант взвалил на свои плечи привычную ношу, герой поднял палец и лук, и, не обращая внимания на Атланта, отправился в обратный путь. Двенадцатое качество, которое очень важно для трейдера и, наверное, чрезвычайно важно, оно заключается в том, чтобы уметь работать с прибылью. Такая дурацкая формулировка. Мы уже говорили о том, что мы должны уметь соглашаться с убытком, уметь фиксировать убытки, уметь держать их в правильной везде, чтобы размеры этих убыток не были сногсшибательными для нашей торговли. Но, как ни странно, зачастую прибыль становится причиной неудачи гораздо больше, чем убыток. Это звучит, на первый взгляд, таким вот умным парадоксом, но я поясню, в чем суть. Суть в том, что зачастую прибыль меняет наш такой химический баланс. У нас возникает другое настроение, например, ощущение собственной неуязвимости, ощущение собственной гениальности. И мы именно под влиянием, как ни странно, не убытка, а прибыли начинаем совершать сделки, которые в конечном счете становятся губительными. Мы должны понимать, что вот эта прибыль, она принципиально еще ничего не изменила на рынке. Мы с этим рынком один на один каждый день. Мы как тот самый Дон Кихот, который каждый день выходит на бой с мельницей. Конечно, прибыль это очень приятно, но я по своему опыту знаю, что иногда она застит глаза, ты начинаешь чувствовать себя неуязвимым, и у тебя появляется аппетит масштабировать темпы своего трейдинга. Нужно вот эту прибыль иметь хотя бы в голове, отложить такую отдельную коробочку, и каждый день, неделю и месяц начинать как будто бы с нуля, не зарываться, говоря простым языком. И второй важный момент, который связан с прибылью, я бы не советовал всю прибыль капитализировать в трейдинг, потому что получается, что это как бы прибыль условная. Вот если мы получили, пусть даже она огромная, но она также задействована в трейдинге, то есть она все время в рисковой зоне, то как бы мы ее не совсем чувствуем. Не злоупотребляйте этим, но все-таки иногда выводите прибыль. И вообще лучшая прибыль трейдера, полученная на высокорисковом рынке Форекс или биржевом рынке, это прибыль, которая выведена и положена на застрахованный банковский депозит. Вот эта часть прибыли, хоть она потом начинает нам генерить совсем крошечный доход, но зато она железобетонная, она диверсифицированная. Уметь надо диверсифицировать не только портфель, но и прибыль, которую мы получаем. Другое дело, что есть крайность, чуть-чуть выиграл, тут же вывел, чуть-чуть выиграл, тут же вывел. Во-первых, рано или поздно вы проиграете, у вас не будет резерва. Во-вторых, вы не увеличиваете вообще объемы своего трейдинга, это тоже плохо. И в конечном счете это снижает аппетит и совокупную доходность. Поэтому я думаю, что идеальная форма работы с прибылью, это когда половину или треть прибыли вы выводите, а половину или две трети оставляете и увеличиваете на эту сумму свой трейдинг. Тогда у вас, что называется, и волки сыты, и овцы целы. У вас и трейдинг растет, аппетиты его покрываются все большим объемом средств. И в то же время часть вы выводите, и если здесь что-то случится, здесь что-то сохранится. Умейте работать с прибылью, и тогда она у вас будет.